Всем привет, вы находитесь на канале Компьютерные Радости и сегодня тема нашего видео, как написать в службу поддержки, как обратиться за помощью к Яндексу. Для того, чтобы нам написать письмо Яндексу, необходимо обязательно зайти в дзен студию, так как на Яндексе существует очень много служб поддержки по разным вопросам. Поэтому заходим в дзен студию и есть здесь два варианта как написать в поддержку. Первый вариант, нажимаем на свою аватарку и как видите здесь есть пункт помощь. Нажимаем сюда и переходим в техподдержку, закрываем и теперь обратите внимание, что слева внизу у нас тоже есть пункт помощи, вот с таким вот значком вопроса. Нажимаем сюда. Без разницы каким вариантом воспользуетесь первым и вторым, вы попадете вот в это окно. Теперь обратите внимание, в левой колонке внизу написано служба поддержки, нажимаем сюда. Служба поддержки, чтобы ваше обращение попало к нужному специалисту, уточните какая проблема у вас возникла. Вот здесь необходимо выбрать тему вашего обращения в поддержку. Обратите внимание, показы ограничения публикации и так далее, вот вам список. Если у вас возникла проблема допустим с монетизацией, выбираем пункт монетизация. Если у вас возникли проблемы с заимствованным контентом или кликбейтом или какими-то другими нарушения, то вот пожалуйста первый пункт. Или полностью по всему каналу. Выбирайте второй пункт, надеюсь вам все понятно. Ну давайте выберем к примеру монетизация. Нажимаем сюда, видите появилась такая точка и появилась кнопка дальше, нажимаем сюда. Какая тема вас интересует? Здесь опять же нам необходимо выбрать ту проблему, которая у вас появилась. Ну допустим баланс и вывод денег. Ставим здесь точку и опять нажимаем дальше. Уточните вашу проблему. Баланс не обновляется, не могу вывести деньги. Другой вопрос про баланс и вывод денег. Допустим вы не знаете как объяснить свою проблему и вам из этих пунктов что-то не подходит, то выбирайте другой вопрос. Ставим здесь точку, нажимаем дальше. У нас открылось вот такое окно, в первом пункте вам необходимо вставить сообщение, что у вас случилось, объясните все популярно. Потом добавьте свою почту вот в это поле и потом нажимаете уже отправить. Если у вас возникла проблема с заимствованным контентом к примеру, то выбираем самый первый пункт показы и ограничения публикаций. Давайте сюда поставим точку. Как видите у нас появилась кнопочка, дальше нажимаем сюда. У нас открылось следующее окно, уточните вашу проблему. Публикации не попадают в ленту. Узнать про показы или ограничения. Резко упали показы публикаций всего канала. Здесь необходимо вам выбрать пункт, который вам нужен. Узнать про показы или ограничения, так как мы допустим обращаемся по поводу заимствованного контента. Нажимаем сюда. Выберите формат, статья, галерея или видео. Я допустим ставлю точку, где видео. У нас появилась опять пункт, дальше нажимаем сюда. У нас открылось вот такое окно и теперь нам необходимо сюда, в это первое окно вставить ссылку на свой канал. В следующем окне вставить ссылку на публикацию. Если у вас по заимствованному контенту попало сразу несколько публикаций, после того как вы сюда добавите ссылку на публикацию, у вас появится еще добавление ссылок. Добавите их и необходимо написать сообщение, что у вас случилось. После этого вам необходимо добавить свою почту. Это для того, чтобы специалисты службы поддержки могли вам ответить на вашу почту. Также если у вас есть скриншот, приготовленный заранее, то можете его вот здесь вот загрузить. Обратите внимание только вот на эту надпись и потом нажимаете кнопочку отправить. В течение 24 часов обычно служба поддержки вам ответит. Надеюсь видео кому-то будет полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.